трансформируемся в гипер слона узнает еще больше и толще будет и черным и белым у него будет 6 лап а то и 8 и 2 хобота это будет такой гипер слон всем хай с вами юджины и сегодня мы продолжаем играть в shelter 3 кажется у нас остался последний эпизод последнее путешествие последний поход и исход этой части которая значительно отличается от всех предыдущих частей на самом деле тут все игры все части shelter очень отличаются друг от друга я если честно я очень что-то не хотел записывать это видео так как я боялся что сейчас по моей причине по моей вине точнее все будут гибнуть но посмотрим может быть все будет делаем ставки сколько слонов у юджина погибнет страха глаза велики нам надо идти вот туда разворачиваемся она все лишь пройти через бамбуковый лес никто не хочет пить это хорошо я предлагаю пройтись вот здесь по этому бамбуковому лесу тут вон вижу да фрукты растут а так потом просто ничего хотя возможно мне еще не прогрузилась и не спрашивайте о чем я говорю не задавайте вопросы только я один слон знаю что это такое что-то за мир почему такой странный думаете слоны просто дальтонят думаете слоны так видят мир нет это всего лишь человеческое восприятие слонячего восприятия но не говорите моим соплеменникам не говорите им они не смогут этого пережить бобби не смог например по вашему он умер от голода нет когда шкала опустилась до нуля он вообще в принципе заметил шкалу все создался вопросом что это сам вопрос его настолько перегрузил что не получив ответа он скончался вот и фрукты давайте зажремся а вон вдалеке я уже вижу еще так что по ходу путешествия будет максимально комфортным и легким кушаем эх какие путешествия скучные стали что дома сидели жрали гуляли просто так безопасности что в путешествии никаких приключений хочется чего-нибудь захватывающего да вон когда бобби погиб например нет ладно это было не захватываю через чур как много фруктовых деревьев вообще можно не париться я думаю до этого можно тупо добежать о папа да скорее попить аккуратнее не разрушите бамбуковый лес минус бамбук я пол лужи высосал просто у нас тут походу будет дефицит воды вода нужна чтобы я мог кормить округать все быстро ко мне построились здесь как-то тревожно мне не нравится здесь и богу вулкана было гораздо спокойнее что это звери какие-то о нет да ладно кости ребят мы ступили на вражескую территорию ступили на вражескую территорию и этим самым мы дико ступили надо было идти домой хорошо хорошо все все окей не паникуем какая грязюка здесь была вода судя по всему раньше я посоветовал бы вам эти кости надеть на себя как щит истинная броня вот круто было вода но ладно мы настолько продвинуты еще пока пей пейсона так ребят это прям реально очень жутко я переживаю я слишком погружаясь в игры зачем я это делаю до абстрагироваться евгений обычный чувак сижу за компом в трусах что вы думаете я не в трусах ваши отмазывайся так нет он не отмазывается а чё на хрена одевать штаны если ты записываешь видос и как бы шурупа не по телу байк самых настоящих погодите мы можешь прям направо завернуть и кажется мы выйдем на более-менее безопасно дорожку по крайней мере который не будет смердеть смертью все на месте будьте ближе я прошу перекличка окей смотрите вот здесь можно выйти прекрасно какой я не глупый лидер даже на скоты опять дерутся кто-то не умеет играться играемся мне не придется вести своих через эти вот трупные места все поели окей перейдем сюда кучей как будто мы обратно к вулкану нет нет вон дым уже далеко отошли то есть чем мы идем так медленно но так далеко отходим тише едешь дальше будешь вот она эти прошу не ори не нервируй меня орать могу только я когда требую перекличку или требую построиться тупик ой-ой-ой тут тупик солнце смеется над нами стать она прям все дрожит как желе и ржет мы зашли в тупик тем самым немножко шкалы голода потратили на не тут-то было я оставил про запас немножко фруктов ням кто теперь смеется солнце не отходите далеко не отходить пожалуйста нас осталось не так-то и много три сопляка и одна старуха и еще один я не знаю сколько лет не знаю правда вообще самки ли самец забавно я старуха прожила дольше чем те которые умерли они были моложе у нас слов еще не определился своей гендерной принадлежностью поэтому не задавайте вопросов на прицете в обход тут слишком много слонов погибло о боже по-моему он неправильно парадут будет кто-то кто жрет слонов но кто осмелится разве только не другой слон я же помню в самом первом выпуске я предлагал начать становиться платоядными самое время начинать поэтому ребят когда увидите кого-то кто выглядит враждебно пожалуйста жрите его логика кота до колупаться до кошки разозлить кошку чтобы она на него рычала и убежала а потом бегать и орать что она с ним не хочет играть против дерева вообще не паримся стало снова светло мы походу вообще идем не в ту сторону дают жена понесла и могу быть у нас в обход ведет какой-то жесткий обход здесь карта тупо заканчивается и но мы можем идти дальше это настолько отдаляет от цели это западня я вам точно говорит о западня уходим трансфорнируется в гипер слона узнать еще больше и толще будет и черным и белым у него будет 6 лап а то и 82 хобота это будет такой гипер слов я только сейчас обратил внимание что на черном слоне луны до месяцы она белых слонах солнце ну или звезды мы сможем прям над джунглями шагать кто помнит старую рекламу аэрофлота когда такой слон просто взлетает и это реклама аэрофлота что даже слоны летят вроде прикольно прикольная идея как бы говорит нам о том что хоть их самолеты и не отчесанные огромные куски металла но они все равно полетят ох зря я сюда попер там еще огромная просто карта вдали вдалеке но нужно идти вот сюда на какую-то горку забрались вон видите где вулкан он вон аж день мы далеко ушли теперь мы опять спускаемся в эту стрёмную местность где куча трупов слонячих я думаю нам стоит вернуться к вулкану и пойти другим путем так малыш малыш какого хрена ты там ходишь где-то фу есть типичный ребенок терял его малыш ты перестань так делать мне крайне неприятно когда ты пытаешься улизнуть и еще один так собрались мразота вас так плохо ведь видно здесь это не самое лучшее место чтобы теряться я понял для чего здесь эти кости лежат это не угроза что тут хищники а скорее всего это заблудившиеся слоны и мы рисковали также заблудиться уйти просто фиг знает куда а потом не вернуться потому что мы бы шли и ели 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 да все что на пути вы повстречали и не выжили бы в итоге подохли смотрите фрукты надеюсь они не протухли и не испачкались сильно но чё подуем на них нормально немножко песочка еще никому не повредила полисоте еле иду не еле иду прямо сейчас погрязну в этом всем пить ладно давай бегать мы считай спустились с вулкана и пошли в тот раз в эту сторону но сейчас мы идем просто по камню на смотрите вон там даже проход виден сквозь бамбуковую рощу что чё это значит это дождь начался вы видели этот хобот я подумал что это какой-то змей огромный на меня идет перегорическим зрением прям кто это маленький кролик один здесь один и помрешь ничего не поделать надо быть со своей стаей оу совсем плохо стало все на месте музыка музыка дает нам понять что все плохо это все же попытка нас деморализовать почему мне кажется что он кругами кулаки сжали его птица ахать себя цели бы просто его туда же приведет зрение показывает что все на месте окажется теперь мы вроде теперь правильная такая что здесь крипован но я вам видел только что кролик маленький пробежал а если здесь такие маленькие зверя то существует и пустая лужа у которой они что вообще пофигу либо носится за такой я заблудился помогите а я кроличьего не понимаю я интерпретирую по-своему вот детишки если гася сшибаю деревья хорошие все в мать отец бы вами гордился если бы он вас переживаю при этом сказав мне наплевать на эти детей даже если не вырастут лучшими в мире слонами мне наплевать я не буду гордиться это знаете такой тип отцов которые всегда разочарованы чтоб ты не сделал вот мы пришли кажется блин если бы не попер в то место бы гораздо быстрее сюда пришли о хорош а где звездочка погодите стоп те звезда где сородичи без звезды рева мы на месте посмотри как здесь прекрасно что прекрасно чего подойди ближе они ждут какой там прекрасно там трупы слонячьи ты видел вообще нет они ждут шкала она исчезла можно спокойно идти все голод на больше не страшно почему мы что-то хрен здесь нет ты почему такая игра что-то делаешь зачем ты так этот пророческий дух роста нас он угорал над нами вот такой все приколюсь и пазырьте да 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 там слоны все тусят вот они кладбище слонов почему-то так поступила жесток игра это что дерево предков что-то заме почему луна прям на горе нет вот старушка наша пришла такая твою мать померла да что за говно на что просто попросила нас сопроводить ее к месту ее гибели судя по всему да зашибись охрененно дети там они вроде не легли умерла умерлять умерлять куда мы теперь идем видишь мы идем прочь мы просто сопроводили ее какие там больших она умерла здесь и присоединилась к предкам я правильно понял суть игры как бы из-за нее бабе погиб ну из-за этого путешествия стоило ли всех напрягать даже детей ради этого я пытаюсь освежить у себя в памяти все слова что она говорит грёбаная старая это единоличница из-за нее погибла два слона ради того чтобы она умерла у какого-то там дерево и ла все тексты которые мы читали так обидно но смысле то что вот она старушка присоединилась к предкам на кладбище слонов ощущается что это как бы правильно это это нехорошо в плане что это так вот она завершает свой круг жизнь вопрос а если бы все умерли и она умерла что игра бы закончилась раньше или она не может умереть типа и присоединяется дух остальные продолжают свою жизнь дальше возможно рева будет следующее как же бабе если он умер не здесь не возле этого дерева он затерялся навсегда в пустыне как всегда шелтер оставляет такую знаете горчинку после своего прохождения после завершения игры горчинка всегда остается есть то же время это чувство что вот жизнь продолжается но его такая ложка дегтя всегда здесь есть присутствует в этой бойцы соседям это большая штука вот убедить мы мы на самом деле со слонами шли именно то что надо делать и валя где живут от минус первого делать все в уны и каком-то лежат там некоторые только бродили остальные все просто валялись на земле и втупляли словно реально смирились тщетностью бытия вокруг смерть вокруг опасности к чему все это но только мы с вами сопровождая этих слонят мы смогли увидеть какой-то оптимистичную нотку в этом всем и продолжить жить найти в себе силы продолжить жить вот наша задача друзья наши уже с вами жизни до того за понимаешь целый стадо подвергла риску чтобы прийти к удобной яме все это не прямо мы не видим смотри такого мы не вар до чего все нужно и все ухо я буду играть какие-то шелтеры этот я не буду проходить один конец но факт это пошел ты факт надо искать сюда что-то больше отсюда есть такое выражение мыслить за пределами коробки потому что факты говорят что ты в коробке находишь и вот они стены потолок пол все одно есть там что-то помните об этом друзья на этой оптимистичной несомненно ноте мы заканчиваем с вами прохождение shelter 3 я получил массу удовольствия надеюсь что и вы тоже я вспоминаю весь этот путь который вы с вами проделали во всех shelter 1 2 пауз и вот shelter 3 и такая ностальгическая слезинка где-то там внутри капнула у меня в душе и давайте вспомним все эти прекрасные моменты и трагичные в том числе и на этом закончим шелтер на грейза ненавижу вас отвертитесь пожалуйста я хочу полизать себе ненечки я просто лягу рядом с ним парсучки как я жрал лягушек недавно вы придурки вы медлены нет от того смыло лучше сгореть чем уметь в лапах орла пепел пошли долетает попал в глаз нет я не плачу нет ребята нет бегите мои дети шесть я бы сбил меня ощущение что те части более шоуновые уже все теперь ты мой друг мой паровый день свой я тоже могу помогать смотря на это все и как и южин переживает я вспоминаю как его центр сыграл надо кстати будет закончить где это обезьян надо развивать и племя и там тоже кто-то умирает и такой да нет какого хрена хрена ты там стоишь придурок спасибо за просмотр надеюсь понравилось и было интересно до скорой встречи пока субтитры сделал DimaTorzok